МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Как говорится всем, здрасте! Продолжаем, скажем так, речные береговые изыскания. Установились примерно в том же месте, где тогда пятак подняли. Будем уходить дальше. Не по самой реке, а по берегу, по высокой стороне его. В реку сейчас не полезем, что-то холодно. Последний раз, когда ходили, оба подстыли. Надо все-таки что-то одевать. Я порезал забродник на голое тело, по сути, как бы. Естественно, замерз. Погода... Да замечательная погода. Просто изумительная. Ладно, не будем тянуть за Фаберже. Идем. Спустились. Там, где, по нашему предположению, была пойма реки, сейчас, к сожалению, была то. Если там что-то есть, то затянуто есть. Да, там все было. Да, забавные волки сегодня. 15-38 года. Зеленые, как империя. Прикол. Покажу сейчас. Ну, я ковырнула, не может. Что-то, говорит, в шишки. А в шишки дробинах или тортечинах. Ну, не знаю, что-то такое. Переехали. До суд никогда не доезжали. Вообще-то, на самом деле, мы на нескольких урочищах сейчас находимся. Нет, то есть одно. Ну, здесь, да, и второе, и третье. Второе, и третье, да, там еще. Но нас они не интересуют. Нас интересует чуть-чуть другое. Там, туда. Туда. Вот такой вот очаровательный лес. Но не старый, молодой. Там туча нас какая-то пытается догнать. Ну, это хрен. Походу, еще с Москвы нас пытается догнать. Ха-ха-ха. Советик, да. Какого годик-то? Ща-ха. Ой, господи, что мазать только. Чумаза на земле. Не хочу руки пачкать. Ща. О! Нет, скрипят дерево, я тоже думаю. В общем, на ласа похожа была. Очень похожа думаю. Пять копеек, тридцатого, скорее всего, года. А он как? Тридцать какого. Да, тридцатый. Да, тридцатый. Ну, всегда. Горой такой... Самый редкий. Замученный. И самый редкий. Самый редкий, да. Вышли примерно на точку, куда мы хотели. Вот видите, гора. Начали попадаться кованые гвозди. Ну, вот. Пока непонятно, что это советский, не советский. Да нет, это кованые. Ну, кованые, что в советское время не ковалишь, что? Сейчас до сих пор куют. А он, наверное, как? В итоге, да. Пришли до поймы. С той стороны мы лазим. За рекой. Что и с этой стороны проверить? Да нет, в родни камни. Это фольга. Это фольга. Это уже фольга. Сигналов очень мало. В основном кованые гвозди. Копаем, сами понимаете, все. Там. Упал. Вот они эти высокие берега. Пень такой, как козябр лежит такой. Раскорячился, как паучище. И вот речка. Бревно лежит. Кажется, не все. Бобры постарались. До суда мы еще пока не доходили по реке. Ну, все. Пока больше ничего. Уходим обратно. Друзья. О, глазик. Дождик пошел. Самое. Приехали на чудо-хуторок чуть-чуть походить. Опс. Помните, в прошлый раз я показывал, не показывал. Вот этот кусочек мы нашли где-то дальше. Вот оно. Чернил тоже цвет не нас чернотол. А здесь сейчас черный. Давай смотреть. Да, вангол. Игра в ножички. Продолжается. Пять ножичек. Ножичек. Я говорил всегда фанатам современных приборов. С траком лазим. С эквеноксами, с фигоксами. Сто раз проходили. Здесь камни кругом. Ну, как? А сигнал какой? Двадцать два. Вот. Камни кругом. И когда они намокли, я, допустим, с трактором вообще не могу на высокой чуйке ходить, потому что он начинает верещать на них просто. Включил терку. На 70,5 герц тоже орет. Переключился на 18,75 герц, на альтернат, трехчастотка. Опа! Не целенькая. Но это какой-то цветой. Это ангел. Ангел, да. Это сворох ангел Михаил. Почему? Только почему-то без головы. Ха. Ну, ладно. Какие камни. Камни тут кругом они. Тут прям вот как будто, ну, насыпано было, да? Горка каменная. Горка каменная. Дороги и подруги, день второй. В итоге вчера, в конце концов, нас дождь накрыл сильно, уже не снимал, потому что уже вымокли там за пять минут буквально. Ну, продолжаем изыскание сегодня. Еще время есть немножечко. Вернулись на чудо-хуторок. Мы вот так прозвали славянский хуторок. Ну, а что? Славянский, славянский хуторок. Ну, не татарский. Не татарский. Славянский. Лезем обратно. Друзья, ну, вроде и сегодняшний день удался, я считаю. Сейчас покажу. Ну, ножички и... Смотрите, какая красота. Сейчас фокусируется. Походу, Божья Матерь, что ли, или кто это? Славянский, да, да. А была ли там? Ну, в принципе, была. Да, это начало культа, точнее, Руси в основном. Ну, да. Это седьмой предмет, по сути, получается, уже с этого места. Ну, и ножички бесконечные. Наконечник был только один. Сейчас. Очень легкий. Раздумать. Это кусочек какой-то... Ой, ты елки-палки, посуды. Это стопудовая посуда. Черепок, да. Какими камнями? Подогон, легкий. Сейчас у нас там сигнал какой-то. А ставим? Ставим. Итак, уехали мы оттуда, в конце концов. Находки постараемся разложить. Их немного, но находки огонь. Ради такого стоит неделю ходить ради одной. Осталось у нас пару часиков. Походим еще в одном лесочке. Хуторок славянский, как мы его позвали, оставим. Но потом. Он выдает, но дозировано прям чуточку. Вчера заехали. Нашли, ну там, несколько ножичков этих, пару украшений. Ну, правда, сломанные вчера были. Оба и ангелок, и крестик отломанный. А сегодня образок совершенно очаровательный. Ладно, сейчас походим, побродим, побродим, походим. О! И здесь лоси шастали по дороге. Вот, и поедем потом уже домой. Смотрите, чуть-чуть спустились, да? Береза старая. Это сосна еще старая, вот. И вот такой, как накат идет, да, и внизу была переправа. Здесь советский мусор. А, среди него копеечку дали советскую. В 49-м году. Вот оно, наслоение эпоха-то. Я же сказал вам, советами бы. Вот такая копеечка, вполне все приличное. Просто эпоха, что ли? Ладно, сейчас проверим, включусь. Офигительные здесь вот эти берега. Редер опять поднялся, извиняюсь, за рет. Чуть-чуть на гоне. Рамочник. Решили забрать советами. 51-й год. Сохрани. А, еще вон, нашли какую-то неведомую уже вонь. Отчего неизвестно. И вот. Одна втыкалась. А, ну да. Вот сюда тоже втыкалась. Какая-то деталька от чего-то. А здесь, по-моему, оловянный солдатик или еще что-нибудь. Такая вот фитюленькая. Ну, в целом, здесь кайфово, короче. Просто гулять, ходить, потеряшки искать. Ну, здесь дорога была, вот так она шла здесь. Ну, вдоль, да, река была. Вот здесь вот, считай, вот берег реки. Ну, да, сейчас она внизу вот там. А так она поднималась аж до вер. Две плотины были на реке. Были. Вот. Здесь был рамочник. Битый троек, но не надо. Повем, будем. Ух, и трища какой поднялся. Сейчас, наверное, дует. Ага. 61-го. Тех же годов. Плюс и минус. Это уже после респонд. Это уже, да. Ну, это точно грибниковый зарочек. Да, чешешься. Тут какой-то фольгу. Ну, да. Люба завела наушники, ходит, все время мучается. Мучается. С свитером сильным. Даже в лесу тяжело ходить. Глубокие сигналы, тихие. Ни хрена не слышно. Такие-то не пропустишь. А то у меня пин лучше твоего. Да, ребят, кстати, Гайя Уайтс берет глубже. Надо с Гартом еще сравнить. Я сейчас с Минилабовским хожу. А по-моему, есть Гартом? У нас есть Гартом. Морковь. А, морковка. Ну да. Вот именно по мелким целям, вот где мы на... На поселушке-то копаем. Господи, да что там у тебя? Так хрен, он знает, где она. А, это. Еще одна. Минутка. Похоже, пятнашка. Туко-восеменадцка. А, да. Вот на поселушке на нашей чудесной. Фокус, куда-то уезжает. Да, камера. Да, шесть первых годов, шесть копеек. Ну, эти вообще мертвые. Поздний. Бухусный, бухусный. Третий раз говорю, короче, на поселушке. Вот там всякие глубокие, мелкие цели. Сантиметра на три, четыре, пять. Уайцевский пин. Видит лучше. Допустим, копнули ямку, сигнал где-то идет. Я своему не вижу. Уайца цепляет. Так что, делайте выводы. Но, дорогой, зараза. Ток я выключил. Тоже сантиметра. Наверняка. Да здравствуют сральные клады. Ура! 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 Вот бы найти Петровский такой клад. О, да. Сральный. Да, может, и найдешь. Пином. О! Слышите? Ржут они над нами. Точно, птицы потешаются над нами. Она в яме. Господи, как нельзя снять-то. Палки ветки. Под елками-палки. Как всегда. Завелся. Завелся. Вот у него, кстати, да, единственный минус вайца. Где-то в яме катается. Вот она. Копейка. Купеечка. Купеечка. 15, 18, 19 копеек. Почти до мороженого добрали. А раньше был по до 19 копеек. А, было, да, точно. А потом уже в этих годах. Да, 61-го года. Все одному. Ну, бог что ли. Нет, 67-го. 67-го. А у меня, по-моему, такой миг. По году собираем исключительно копаных монет. Продолжаем продолжать. Да, продолжаем продолжать. Я говорю, наслоение эпох. Только что рылись на поселухе, вообще неизвестно какого года. С находками там, не знаю, какого-то домонгольского периода. Сейчас собираем поздние советы. Бржатся. Да. При этом переодеть. Тут недавно подняли конину. Глубже. Ладно, достанем, покажем. Вот сейчас подбросили. Сейчас найдем. Вот она, он же давно вывалил. А, она сверху, да? Ага. Видимо, выкинули из ямы. Двушка. Двушка, да. Копейка, двушка, трешка. 51-го. 51-го. Вот тут был рамочник 51-го, как я и говорил. Пятый совет. 60-го. И еще одна монетка оттуда же. 69-й. 69-й годик. Так что в 49-м, нет, в каком? В 51-м сел, в 69-м встал. Да, да, да. Хорошо обосрался, я извиняюсь за выражение. Что тут? Лопат. Все, что ли? Город, все. Ну, все так все. Блин, красиво тут, кстати. Ну, прям Венера-Милоска. Почти. Прикольно, да? Проволока. Такие здесь красивые места. Какой нахрен город? Нафиг он нужен? Обрывы такие, ух. Идем, копаем всю чернину. Вот так, на предмет сопуток. Туда вот наверх залезем. Ну, здесь что-то здоровое. Какой-то трактор разобранный нашли. Тракторизм. Мне дальше покупать? Да нет, конечно. Нафиг она уже. Это самое. Двигаемся в сторону. Ау-то мобиля. Оп. Ха-ха-ха. Давай пометим, что здесь. Железо недалеко. А железо здесь? Железо крупное какое. Пометь точку. Двигаемся к машине, короче говоря. Но видео заканчивать не будем. Потому что, в принципе, поедем, решили, что завтра утром. Куда-нибудь еще заедем. Наступило утро следующего дня. Находимся в лесу. Мы, в общем-то, ходили по этому лесу не раз. И даже здесь находки были. Не скажу, какие. Суть в том, что, когда летом ходишь, здесь очень большие заросли зелени. Здесь вообще, в принципе, искать сложно. Сейчас-то непросто. Здесь валежник. Видите, сколько? Надо дойти до церковной земли, которая находится на краю этого леса. С другой стороны, вон там. Просто посмотреть, что там вообще. Мы там не были. Не доходили. Времени совсем чуть-чуть. Поэтому терять мы его не будем. Вот такие тут буреломы. Вот это и есть церковная земля. Поверите, 82-го года. Возьмь совет. Нафиг. Так. Пытаемся как-то через него пробраться на поле. Вот, к сожалению, вся церковная земля теперь вот под этим. Вот эта левая часть. Кусочек ее. Засрано так. Но, видать, пока все это строили. Одна водка и железо. Вот так вот перебрались через ручей. Ушли оттуда. Сейчас будем уходить вот этим лесом смотреть. Пока молодняк. Ушли оттуда. Корней, корней. Он, судя по всему, не глубокий. Совсем не глубокий. Упаль. Не валяшка. Вечный упаль. И что там? Ну, блин, не то. Шайба. Шайба, наверное. Шайба, наверное. Медная, медная. Лазили-лазили по лесу. Ну, ничего интересного нет. Светлых-то сигналов-то нет. Вот и не копайте после этого фольговые сигналы. Я говорю, вот у нас изыскания-то вот такие сейчас. Не надо. Смотрите. Я, конечно, не спец. Но это что-то опять старое. Да еще и в сохране. Будем искать. Ссылочку прикрепим вот здесь. На, описание сейчас. Ямку не закопали, чтобы по ней ориентироваться. Какой-то сигнал. Ну, так не бывает. Уф, второй раз-то точно не бывает. Ну, и этот был, вон, 5 сантиметров. Дробина какая-нибудь будет. Ну, да, потому что там в 10-9 сантиметров уходят. Ну, куда-то делается. Ну, здесь. Дробина? Ну, не знаю, что ли. Что это такое? Что это такое? А, птичеметка. Где? А, кольцовка, походу, да. С лапки. Вот, вон, прикол. Что пишут. Не знаю, что пишут. Фин. Фин. Финланд. Чего из Финляндии прилезли? 21, 12, аж, что-то. Подожди, подожди. Муз. Муз. Зет. Кей. Кей. И Финланд. Финланд? Да. Ну, а что, они же летают-то без паспорта. Очень больно маленькая такая. Ну, а что, под финской колбасы шутся? Ха-ха, можно. Ой, господи. Смучить. Ну, короче. Похож, похож. Отмоем, конечно, потом посмотрим. Ну, с утра-то, скорее всего. Да. Ну, вот, видели, что делается. Соответственно, выбежали мы из лесу. Как вы догадались, едем домой. Ливанул конкретно, вымокли насмерть. Соответственно, находки-то раскладывать не стали на капоте, как вы сами понимаете. По объективным причинам. Вот здесь сейчас фотка появится. Общая. Вот. Ну, на этом едем в Москву. Отдыхать. Поработать. Ну, на этой мокрой, тоскливой такой, здоровой нотке. Прощаемся с вами. Откладиваемся. Всем пока.